Главное следственное управление МВД разыскивает подозреваемых в крупном мошенничестве при выплатах пособий беременным женщинам. Алексей Беляков, бывший сотрудник филиала регионального отделения Фонда социального страхования и экс-врач-мамолог Геа Чухуа, находятся в федеральном розыске. По данным следствия из фонда, похищены 59 миллионов рублей под предлогом выплаты пособий 157 роженицам. Схема обмана в репортаже Айрата Назипова. Почти полтора года. С апреля 2016 по сентябрь минувшего. 157 рожениц и 59 миллионов рублей. Таков, по мнению следователей, масштаб махинации по выводу средств из Фонда социального страхования. Схема стала рабочей с момента введения в Татарстане эксперимент по прямым выплатам пособий. Деньги перечисляются напрямую. Адресат уминуя работодателя. По версии полицейских, Алексей Беляков, бывший замруководителя филиала Вахитовского района отделения Фонда социального страхования, фиктивно трудоустраивал беременных женщин в организации, существующие по большей части только на бумаге. Часто с одним числом, порой по совместительству. Но зарплата по тем же бумагам у них была очень большая. Порой доходила до миллиона рублей в месяц. Исходя из этих цифр, женщинам начисляли по 400 тысяч и больше. Впрочем, по данным следствия, самим роженицам доставалось 50, максимум 80 тысяч. Остальное шло организаторам. Всех, кто имеет сведения о месте нахождения Белякова Алексея Николаевича, 1983 года рождения, и Чухуа Гея Геглаевича, также 1983 года рождения, объявленных в федеральный розыск, необходимо сообщить в МВД по республике Татарстан. Гея Чухуа, по мнению следователей, в силу специфики своей работы подыскивал женщин, согласных без проблем и быстро получить пособие. По уголовному делу проходит также еще одна женщина и бывшая подчиненная Алексея Белякова. Она была главным специалистом отделения назначения и осуществления страховых выплат. Последний, впрочем, вины не признает. Говорит, просто выполняла распоряжение руководства. Аэроднозипов, выезд 112.